Здравствуйте, дорогие друзья! Я массажист клиники Нейровита Алексей Оливьевич. Сейчас хочу рассказать коротко про массаж реабилитации после травмы. Ну, про массаж здоровому человеку, о пользе массажа всем известно, что воздействие массажа на весь организм отражается только в положительную сторону. А при травме есть особенности массажа. У нас сейчас пациент из Македонии, травма шейного отдела. Особенности массажа, на чем хочется остановиться именно в реабилитации, это то, что непосредственное воздействие оказывается на самый крупный орган человека – это кожа. Улучшается трофика, подвергается непосредственному воздействию нервной системы. Улучшаются обменные процессы. Нервная возбудимость, обратная связь. Соответственно, профилактика и лечение всех застойных процессов – кровотока, лимфотока. Его основной момент массажа в том, что подготовка к реабилитации. Именно к лечебной физкультуре, так как имеется спастика, застойное явление. Ну и, соответственно, как одно из мероприятий комплексной терапии именно в реабилитации. Качественный массаж непосредственно перед занятиями, перед физкультурой улучшает результаты в несколько раз. У нас общий массаж, длительность массажа – 1 час. Все по назначению врача клиники Нейровита. Массаж в нашем случае, он выполняется именно детальная проработка, чтобы результат… У нас очень часто после травмы спастика тонус повышенный. Повышенным тонусом заниматься очень тяжело, поэтому массаж направлен на улучшение эластичности. И, качественно выполненный массаж является залогом хорошей работы именно в зале ЛФК лечебной физкультуры. В нашей клинике каждому пациенту подбирается индивидуальная терапия, индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывая особенности травмы. И массаж является неотъемлемой частью комплексной терапии в реабилитации. Мы готовы ответить на ваши любые вопросы, помочь вам в рамках своей компетенции.